Добрый день, уважаемые коллеги! Вы уже многое знаете по теме нашей сегодняшней встречи. Перед нами стоят масштабные задачи, которые мы сможем решить только совместно и только объединившись. Прозвучало как лозунг, но мне это нравится. На основании указа президента майских создан паспорт национального проекта здравоохранения по программе реализации, в которой предусмотрен федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Его можно назвать наиболее проработанным, так как он учитывает опыт предыдущих целевых начинаний с одной стороны, а с другой стороны предлагает принципиально новые механизмы. Прежде всего, на обозначенные стратегии четыре принципа противодействия эпидемии злокачественных новообразований. Это профилактика, ранее выявление, диагностика, лечение, включая реабилитацию, а также палиативная медицинская помощь. Основная цель программы – достижение целевых показателей. На 7,5% снизить смертность от онкологических заболеваний, увеличить долю злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, и увеличить удельный вес пациентов с пятилетней выживаемостью и снизить одногодичную летальность. Сегодня уже много говорили о цели создания Центра амбулаторно-онкологической помощи, но я повторюсь – сокращение сроков диагностики злокачественных новообразований и приблизить специализированную медицинскую помощь к пациенту. Создаются они на базе медицинских организаций, обладающих полным спектром оборудования и специалистами по различным профилям. Для того, чтобы заработал Центр амбулаторно-онкологической помощи, есть соответствующие требования, которые указаны в 915 приказе. В медицинской организации, при котором создан САОП, должно быть отделение лучевой диагностики, отделение эндоскопии, клиникодиагностическая лаборатория, должно быть отделение функциональной диагностики, отделение ультразвуковой диагностики и, самое главное, это наличие дневного стационара, где будут проводиться некоторые виды противоопухолевой лекарственной терапии, а также восстановительная и корригирующая терапия. Центр будет работать по принципу одного окна в онкологии. Что это говорит? Это прежде всего речь идет именно о комплексе услуг и о подключении всех необходимых специалистов на каждом этапе оказания медицинской помощи. Медицинская реабилитация будет проводиться на каждом этапе оказания противоопухолевой лекарственной терапии, а также после проведенного лечения. Медицинская палиативная помощь будет оказываться всем пациентам с распространенными формами онкологических заболеваний. При отсутствии врача палиативной помощи пациент будет направляться в другие медицинские организации, где есть имеющие при себе отделение палиативной медицинской помощи. Структура и штатная численность у Центра утверждаются руководителем медицинской организации, в составе которого создан Центр и определяются, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов. Все штатные нормативы указаны. Один онколог на 25 тысяч населения. Заведующий ЦАОПом назначается руководителем медицинской организации, при котором Центр создан. Сроки оказания медицинской помощи. При подозрении либо выявлении злокачественного новообразования врач первичного звена направляет на прием к врачу-онкологу в Центр амбулаторной онкологической помощи. Консультация врача-онколога в Центре должна быть проведена не позднее пяти рабочих дней. В течение одного дня врач-онколог организует взятие биопсийного материала и отправляет на патологоанатомическое исследование. Срок исследования не превышает 15 рабочих дней. Далее онколог ЦАОП организует за этот период иные диагностические исследования для установления диагноза, также установления процесса распространенности опухолевого процесса и стадию заболевания. Далее пациент направляется в онкологический диспансер, где будет проведен консилиум, состоящий из врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов с привлечением других необходимых специалистов и будет создана схема дальнейшего ведения пациента, но срок начала оказания специализированной медицинской помощи не должен превышать 14 календарных дней. По нашим расчетам специализированную помощь пациент получит в течение не позднее 42 календарных дней. Организация Центра не предполагает ликвидацию первичного онкологического кабинета. Мы уже сегодня об этом говорили, что на уровне первичного онкологического кабинета и первичного онкологического отделения формируется своеобразный фильтр пациентов без онкологического диагноза. Тем самым снижается нагрузка на центр амбулаторной онкологической помощи. При этом с первичного онкологического кабинета в онкологический диспансер пациент тоже может попасть, минуя ЦАОП. Если в первичном онкологическом кабинете проведены 7 видов диагностики, установлен диагноз, распространенность опухолевого процесса и стадия заболевания. В онкологическом диспансере также проводится консилиум, решается схема дальнейшего ведения пациента. И при необходимости оказания высокотехнологической медицинской помощи пациент либо при определенных видах нозологии, таких как саркома, либо в диагностически сложных случаях пациент направляется в Федеральный национальный медицинский исследовательский центр. К нашему МИДС прикреплены 11 регионов Северо-Западного федерального округа и 8 регионов Южного федерального округа. Уже в этом году планируется открыть 15 в Северо-Западном и 28 в Южном федеральном округе. К 2024 году мы будем курировать 111 центров. По национальному проекту, ну, сегодня уже озвучили цифру 536, откроется центров, ну, у меня пока старые данные, что будет 420. Для того, чтобы открыть САОП, мы уже сегодня об этом говорили, что должен быть приказ, положение, лицензии на осуществление медицинской деятельности в условиях дневного стационара по профилю онкологии, штатное расписание, порядок маршрутизации, выделение объемов медицинской помощи для САО, в частности для дневных стационаров в рамках КСГ. И в рамках цифрового контура, я хочу немножечко остановиться на этом вопросе, будет осуществляться контроль состояния здоровья больных онкологическими диагнозами, а также маршрутизация на всех этапах оказания медицинской помощи. Забегая немножечко вперед, скажу, что на следующий год цифровой контур расширится, цифровая платформа станет намного больше, в рамках него будет создана вертикально интегрированная медицинская информационная система, которая позволит увидеть каждого пациента. Это сказала Вероника Игоревна. То есть вот этот цифровой контур, единый, который будет создан на базе ЕГИС, он позволит создать единую методологию ведения пациентов, он позволит прозрачность на всех, диагностика, лечение, на всех этапах оказания медицинской помощи. А также это будет сквозная экспертиза, которая позволит пациенту почувствовать поддержку и контроль со стороны государства, а также позволит внедрить централизованно в клинические процессы, централизованно внедрить такой новый тренд, система принятия врачебных решений, которая облегчит труд врача-специалиста. В нашем МИЦ уже создан по отдельным нозологиям на базе Голенос такая система принятия, система поддержки принятия врачебных решений. Создавая на местах такие инструменты эффективные, мы можем сделать их доступными для всех специалистов нашей страны. Возвращаясь к прикрепленным регионам, я хочу опять вернуться к Вологодской области. Почему-то она мне тоже приглянулась. Проблема налицо. Расстояние от онкологического диспансера до Великого Устюга 450 километров. Расстояние, время затрачиваемое до 7 часов на общественном транспорте. Цена 1300 рублей в одну сторону. Не хватит никаких сил и никаких возможностей ни психологических, ни физических нашим онкологическим больным осуществлять этот маршрут. Поэтому численность населения позволяет открыть центр амбулаторной онкологической помощи. И нашим МИЦам рекомендуем пересмотреть региональную программу на следующий год и решить вопрос создания центра в Великом Устюге. Но я уже не говорю о тех моментах социальных, как уровень зарплаты и уровень пенсии в этих регионах для того, чтобы тратиться на транспорт. Спасибо за внимание. Продолжение следует...